Спокойный сон жителей частного сектора на Кутузово этой ночью прервали стреляющие звуки шифера. Пожар без преувеличений поднял на уши всю округу. Некоторые от увиденного долго еще не могли прийти в чувства. Муж пришел и будил спали. Это же начало третьего ночи было. Говорит, Валерка горит. Ну мы выскочили, а тут уже пожарные и скорые. Спасти 55-летнего мужчину, к сожалению, не удалось. Поиск был затруднен плотным задымлением и высокой температурой. По словам соседей, погибший жил один и нигде не работал. Говорят, любил выпить и покурить, что и могло стать причиной трагедии. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинской экспертиз. По данному факту, Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расплавленные электроприборы, обгоревшая мебель и неузнаваемые вещи. Беспощадное пламя навело здесь свои порядки. От жизни остались лишь воспоминания о фотоальбоме, который чудом уцелел. Еще вчера здесь стояла кровать, на которой спал хозяин. Сейчас на этом месте прогоревший пол. Вокруг мрак, обугленные стены и ужасающие следы пожара. Зрелище не для слабонервных. С начала года в городе и районе огненная стихия унесла семь жизней. В масштабах страны порядка 170. Казалось бы, печальная статистика должна заставить задуматься даже самых безрассудных. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.